Югорчане участвуют во всероссийской акции, вернее, герою имя. Ее организатором является Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия. Акция приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы волонтеры в Югре проведут субботники на мемориалах, посвященных защитникам Отечества. Помимо этого, 9 мая у Вечного огня по всей России будут выставлены юнормейские посты. К участию в акции приглашаются школьники, студенты колледжей, высших учебных заведений, представители молодежных и ветеранских объединений, жители автономного округа. Огнеборцы Покачей чтут традиции, на заслуженный отдых своих сослуживцев провожают под звуки сирены залпами из пожарных стволов. Считается, что так смываются накопленные за годы службы копоти сажа. Андрей Пудло отдал любимой профессии 37 лет. За эти годы он тысячи раз выезжал на различные происшествия. Сложно бывало, но сменить работу никогда не желал. Почти за четыре десятка лет службы он воспитал не одно поколение огнеборцев. Я пришел в пожарную охрану в возрасте 24 года, сейчас мне уже 61. Считаю, всю жизнь провел в пожарной охране. Были и хорошие моменты, были и плохие, конечно. Были и пожары, были и праздники. Все это занимался пожарно-прикладным спортом. Потом, когда перевели в 92-м году сюда, в 10-й отряд, ездили в Тюмень, в Нефтьюганск. В общем, побегали немножко, посоревновались. Придя в подразделение в 95-м году, набирался у него опыта службы. Хотелось бы выразить ему слова огромной благодарности, сказать большое спасибо за его радный труд. Ну и чтобы на ветеранском отдыхе у него все получилось и сложилось. Пожарные Югры готовятся к профессиональному празднику. 30 апреля пожарной охране России исполняется 375 лет. В Хантамансийске к этому событию будет приурочен автопробег с флэш-мобом. На территории 132-й пожарно-спасательной части на студенческой Бусима состоится заложение капсулы времени. Цифровая трансформация отрасли образования станет темой обсуждения экспертов на IT-форуме. Ключевым мероприятием IT-форума в сфере образования станет вторая международная конференция «Цифровая трансформация отрасли образования», которая пройдет 18-19 июня в Хантамансийске. Впервые наряду с федеральными и международными экспертами ее спикерами станут школьники и студенты стран БРИКС и ШОС. Они обсудят новые образовательные технологии, особенности цифровой трансформации отрасли, а также влияние искусственного интеллекта на содержание формы обучения. На центральной площадке форума представят новые цифровые решения, кабинет психолога, аттестация педагогических кадров, цифровой помощник учителя и безопасное детство. Помимо этого, в образовательных мероприятиях IT-форума планируется участие около 150 школьников и студентов, а также около 500 педагогов и экспертов федерального и международного уровней. В Хантамансийске пройдет первый студенческий фестиваль родных языков и культуры «Этностудфест» объединит молодежь разных национальностей. Гостей фестиваля ждут выступления студентов Югорского госуниверситета и творческих коллективов города. В программе также презентация кодекса межнационального культурного диалога в Югре и многоязычного интерактивного словаря. Яркое культурное событие пройдет в арт-резиденции на берегу, вход свободный. Добавлю, «Этностудфест» победитель конкурса на грант губернатора Югры.